Любая установка или замена запчастей, деталей, узлов или агрегатов машины на другие, которые изначально не предусмотрены для нее в эксплуатационной документации, производителя считается изменением конструкции транспортного средства. Как это сделать правильно, чтобы не получить штрафы, расскажет Альбина Ламкова. Изменения в конструкцию авто возможны, но после детального изучения технических регламентов. Там довольно четко указано, какие переделки авто не требует последующей легализации, а какие придется оформлять. Установка или замена деталей на запчасти, не предусмотренная изготовителем, в первую очередь должна соответствовать требованиям безопасности. Сведения о переоборудовании вносят в документы. Прежде чем внести какие-либо изменения, установить газобаллонное оборудование, обратиться в специализированную лабораторию, которая выдаст заключение о возможности установки газобаллонного оборудования на то или иное транспортное средство. После чего уже обратиться с заявлением в ГИБДД о получении разрешения на данный вид переоборудования. Заключения о переоборудовании транспортного средства и протокол проверки безопасности конструкции являются ключевыми документами для регистрации переоборудования в ГИБДД. Бланки невозможно оформить без обращения в аккредитованный орган. После того, как человек пишет заявление и получает разрешение от органов госавтоинспекции о возможности установки газобаллонного оборудования, человек должен опять же сначала обратиться в сертифицированную организацию, которая занимается установкой данного вида оборудования. Это не обязательно газ, это может быть любой вид переоборудования транспортного средства. Просто мы за основу берем газ, устанавливает оборудование, то есть проводит работы технические по переоборудованию специализированной организации. Необходимо знать о том, что с разрешением на установку газобаллонного оборудования выдается пакет документов, и с ним машина отправляется на техосмотр на эвакуаторе. Своим ходом еще нельзя. В пункте технического обслуживания сделают диагностику, и со всеми подтверждающими бумагами можно делать финальное заключение. Затем выдают свидетельство о внесении изменений в конструкцию. Не на все транспортные средства можно установить тот или иной вид топлива, либо другие какие-то конструктивные изменения. Для этого и предоставляется транспортное средство на осмотр ГИБДД. Для этого оно осматривается, для этого и обращается человек в лабораторию, которая проводит испытательные все действия для возможности установки, да или нет, принимает решение в лаборатории и ГИБДД. Важно понимать, что монтаж оборудования невозможно осуществить без взаимодействия с ГИБДД. Самовольная установка грозит неприятными последствиями. Предусмотрены наказания, которые могут быть назначены водителю. Человек где-то кустарным способом устанавливает газобаллонное оборудование, может даже не кустарным способом, но дальнейшие действия по оформлению не производит. Ездит, пока его не остановят при надзоре, задорожен движением, не выявят. Если такой факт выявляется, то в отношении водителя составляется административный материал по ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Выносится требование об устранении причин, выдается ему срок. В случае неявки на осмотр в течение 10 дней ГИБДД может начать процедуру аннулирования регистрации. Раньше о прекращении учета уведомляли за три дня, но теперь извещение приходит по факту произошедшего. Владелец также обязан сдать все документы на автомобиль, иначе они будут объявлены в розыск и изъяты при следующей остановке инспектором. Эти требования связаны с безопасностью дорожного движения.